Монстр. Это слово мы используем довольно часто в своих сюжетах, а как иначе описывать таких атлетов? Когда люди говорят о силе, они думают, какой вес тот или иной атлет способен поднять. Но есть и другая сила, например, такая как у Сондре Берга. Он вывел свой баланс на совершенно другой уровень и, будучи совсем не маленьким атлетом, делает элементы, которые мало кто в мире может повторить. Сегодня мы расскажем вам о самом Сондре как об атлете, выясним, как база, которую мы приобретаем занимаясь воркаутом, помогает в других спортивных направлениях, а именно в скалолазании, и даже проверим эту теорию на себе. А пока давно этого не говорил, присаживайтесь поудобнее, колотите любимый напиток, мы начинаем. Давайте-ка я вам коротко расскажу, как оцениваются трассы в скалолазании, для того, чтобы вы в дальнейшем понимали суть сюжета и уровень атлета. Все трассы по своей сложности оцениваются по шкале от 5 до 9 в числовом значении и от A до C в буквенном. Сложность маршрута равномерно возрастает с цифрой категории. Для более точной градации используются латинские буквы A, B и C в порядке возрастания сложности. Как раз, чтобы проверить свой уровень, Сондре пришел в зал к Магнусу Мидбом, о котором мы, кстати, тоже делали сюжет, в рамках которого рассказывали, насколько база скалолаза сильна в воркауте. Забегая наперед, скажу, что скалолазы меня удивили и показали действительно высокий уровень. Но давайте теперь посмотрим на Сондре, где ему, как уже опытному спортсмену, было предложено начать с 7A+. И как наблюдателю кажется, что то, что он делает, довольно легко, однако, поверьте мне, это далеко не так. Самая сложная стена в этом зале 8A, то есть то, что пробует сейчас атлет, довольно-таки сложный маршрут в зале. И первые две попытки у Сондры заканчиваются неудачей. Однако, пару корректировок от Магнуса Мидбом и вот результат. Ну что, скажу, может быть. Что? Да,а,чо маа. Кого? Моя-а,чо маа. Да,со мааа. Да,со мааа. Да,со мааа. Да,со мааа. Да,со мааа,дя,со мааа,сом. Не дайте погонить, слишком много высот. Сондре Берг, будучи воркаут-атлетом, оказался еще и неплохим скалолазом, однако, правда ради, он таки не первый раз в подобном зале, и по его словам прекрасно знал, на что способен. Но как бы там ни было, в защиту Сондре скажу, что этот атлет очень высокий, его рост составляет 192 сантиметра, а вес 82 килограмма. С такой антропометрией подобный результат в скалолазании это очень круто. Также хочется отметить, что Сондре Берг это тот атлет, которому все давалось тяжело. Для примера, он целый год учил выход силой. Для примера, мне выход силой дался всего за три тренировки. Также он учил передний виз 9 лет, вы только представьте, вот 9 лет ему потребовалось для того, чтобы держать ровный передний виз. Но по словам самого атлета, он и не стремился к какой-то универсальности. Важно найти то, что любишь делать больше всего и сфокусироваться на этом. Для Сондре таким увлечением стала стойка на руках. Два года назад на своем канале Сондре прыгнул с высоты примерно метр шестьдесят пять, подойдя к вопросу довольно профессионально, предварительно сделав множество назовем их пристрелочных попыток. И в конце концов, ему это удалось. Я показываю вам это для того, чтобы вы видели, какое на самом деле множество неудач стоит за каждым движением, которое вы потом кидаете друг другу в инстаграме со словами «Нифига себе, смотри, что делает» или «что-то в этом духе». В инстаграме у Сондре Берга есть видео, в котором он показывал, какое количество неудачных попыток стоит за каждым его новым видео. Что же касается скалолазания, то для атлета это своего рода способ увеличить свою базу, ведь он не любит делать классические отжимания от пола, подтягивания и тому подобные скучные движения. В этом смысле скалолазание действительно интересный вид спорта, который вносит соревновательный аспект в ваши тренировки, и который к тому же хорошо сочетается с воркаутом. А вот сочетается ли воркаут со скалолазанием, мы решили проверить на себе. Придя в зал, нас с порога встречает плакат Магнуса. Удивительно, но даже здесь, во Львове, благодаря своей медийности этот атлет довольно популярен. На скалодроме мы впервые. После подробного инструктажа о том, как правильно вешать страховку, чтобы не разбиться насмерть, мы начали сам процесс. Первые трассы были вполне несложными с точки зрения физики, а вот техника оставляла желать лучшего. У Назара после первых попыток даже кровь перестала попадать в некоторые пальцы. В общем, двинули мы на болдеринг, пока руки не забились окончательно. И максимальная трасса, которую получилось преодолеть, была уровнем 6А. Получилась она примерно с пятого раза, поскольку на этих трассах нет страховки, и было немного стрёмно делать последний рывок. Опять же, только после того, как вы попробуете всё это на себе, становится понятно, насколько это непросто. Вывод могу сделать такой. Воркаут является действительно очень крутой базой для скалолазания. Однако, без нормальной обуви, без техники и без навыка именно лазания вы очень высокий уровень не возьмёте. Впрочем, как и в любом другом виде спорта. Ну, давайте оставим весь этот детский сад в сторону и посмотрим на действительно сложный маршрут от Магнуса Митбо. Этот маршрут уровнем 8А. Сондре Берг чисто по приколу попробовал несколько раз удержаться в стартовом положении. И, как видите, это гораздо сложнее, чем кажется. К слову, маршруты одного уровня сложности могут также отличаться и по принципу прохождения. Так, для одного маршрута вам будет необходима выносливость, для другого координация и сила пальцев. Хотя, честно скажу, без этого в скалолазе не вообще делать нечего. Ну и, наконец, взрывная сила, как, например, в этом маршруте уровня 8А от Адама Онра. Ребят, в процессе монтажа выпуска я довольно глубоко погрузился в тему скалолазания и просмотрел там половину канала Магнуса Митбо. В общем, я нашел такое интересное видео, где Адам Онра, он же, по словам Магнуса, один из лучших скалолазов мира, подбирается просто по обычной стене. Там нет никаких зацепов, ничего. Просто обычная стена. Я хочу показать вам этот фрагмент целиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу вам, что предплечья и пальцы после вчерашней тренировки у меня просто отваливаются. Пожалуй, для развития силы и выносливости ваших пальцев и предплечья лучше спорта просто не найти. Не просто так именно скалолазы показывают наилучшие результаты в сжатии спандеров. Однако, если вашей целью является функциональность всего тела и мышечное телосложение, вам все же лучше начинать с воркаута. Для этого переходи по ссылке в описании, там ты найдешь видео с детальным описанием нашего проекта с программами тренировок как для начинающего уровня, так и для опытных атлетов. Результаты наших тренировок можешь видеть на своем экране. Наша комьюнити растет с каждым днем все больше и больше, так что будем рады видеть тебя в своих рядах. А на этом сегодня все, с вами как всегда был Федор Чепкий. Если хотите видеть больше выпусков о скалолазании, обязательно пишите ниже. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся, пока. Давайте оставим весь этот детский сад в сторону и посмотрим на действительно невероятно сложный маршрут от Магнуса. Он же является уровнем 8А.